Семерка самых лучших команд мира 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 Команда 4Kings сегодня официально подтвердила исключение Из своего состава Ян Тодд Мерло Одного из самых титулованных Warcraft 3 игроков За время пребывания в 4Kings Тодд выиграл с командой Несколько наград на Warcraft 3 League Показывал превосходные Индивидуальные выступления и по праву Служил титул лучшего Warcraft 3 игрока На eSports Award 2007 Знали ли вы Что в организации Fnatic Все куда на более серьезном уровне Чем можно предположить на первый взгляд Один из самых популярных в мире проектов Недавно придал статус профессиональной команды Своему Counter-Strike Source подразделения Голландские ребята таким образом Из любителей в одной части Превратились в профессионалов За 9 месяцев Fnatic CSS Сумели завоевать множество наград И стать лидером в европейском Counter-Strike Source движении Семерка самых лучших команд мира В полном составе отказывается от участия На турнире CPL Winter 2007 Который пройдет в конце этого года В Даулесе Причиной столь радикальному решению Стали задолженности организаторов По выплате призовых вознаграждений победителям Стоит отметить, что лидеры Семерки Также возмущены тем, что часто команды Должны оплачивать часть пути На тот или иной чемпионат за свой счет Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы поговорим о том Как правильно тренировать карты Первый этап Для начала загрузите желаемую карту И откроете ее в режиме соло Постарайтесь пойти ее хотя бы 15 раз до конца Несмотря на неизбежные ошибки Развороты и так далее Это позволит создать основу Для последующего улучшения результатов Большой ошибкой является Постоянный сброс игры При первом же столкновении Далее Следует разобраться, как правильно пройти Каждый поворот или связку поворотов В большинстве случаев способ прохождения ясен сразу При затруднениях следует попробовать различные методы И проверить на деле, какой из них большую выгоду приносит Второй этап По опыту ведущих игроков мира Лучшим способом подготовки является тренировка карт На публичных серверах в интернете Совместно с другими игроками в режиме раунд Благодаря соперничеству Вы не успеете заметить Как побьете свой предыдущий рекорд А заодно очень сильно улучшите стабильность Если нет возможности выйти в интернет Создайте свой лан-сервер В режиме раунд И тренируйтесь один Но ни в коем случае Не сбрасывайте игру при столкновении Обычно Игрокам высокого уровня Требуется 7-10 часов тренировки На одну карту для стабильной игры в матче При том, что рекорд Может быть поставлен уже в первые 2 часа На этом все Мы виртуальная школа Учитесь на пятерке Пока бесплатно По машинам! Смотрите далее Новое, крайне нестандартное творение дизайнеров В области периферийных устройств И, конечно же, вас ждут новые соревнования Сегодня мы покажем игру третьего тура Крупнейшего онлайн-турнира По игре Трекмания Нейшн Представляем обзор киберспортивных девайсов Наконец-то в России начнет продаваться клавиатура Оптимус Максимус Она состоит из 113 маленьких дисплеев Которые меняют изображение В зависимости от того, с какой программой вы работаете По предварительным данным Цена будет снижена За счет уменьшения количества экранов Старшая модель Краулер Краулер MLX450 Напоминает формой корпуса Панцирь маленькой черепашки Корпус выполнен из качественного глянцевого пластика Синяя окантовка центральной кнопки Выполнена из такого же материала Что и вся верхняя панель Пользователю доступны удобные для использования Три дополнительные клавиши На левой боковой грани корпуса Одна из них, как и в некоторых других мышках Призвана сделать более удобную работу С офисными приложениями Клавиатура Eclipse Keyboard Рассчитана в первую очередь на внимание игроков Новинка позволяет заметно разнообразить Свой внешний вид За счет регулируемой по цвету и яркости Подсветки клавиш Особо частые используемые клавиши Укреплены за счет металлических пластин Дополнительных клавиш С возможностью назначения на них Макросов 12 Клавиатура оснащена USB-хабом Выходами для наушников и микрофона Недавно вышло крайне нестандартное творение Дизайнеров в области Компьютерных периферийных устройств Обычно пользователи манипуляторов Типа мышь Стремятся выбрать устройство поудобнее Со сглаженными углами округлое Но филдмаус Мышь, которая не вписывается В общие и привычные понятия Об эргономичности и дизайне Кроме квадратной формы изделия Необычен и материал изготовления Мышь выполнена из натурального войлока С полосой ламината Из бамбука по периметру А теперь вам предстоит увидеть Игру третьего тура Крупнейшего онлайн турнира STC По игре Trackmania Nations В матче встречаются Сильнейшая российская команда OQ И французская команда Air Area Игра проводится в формате 4 против 4 На первых двух картах До 7 очков А на последней круговой До 5 Российскую команду OQ Представляет Алексей Лёликфирсов Возраст 23 года Участник крупнейших мировых соревнований По Trackmania Nations Капитан французской команды 19-летний Паскаль Пипо Брюнел Участвовавший в соревнованиях STC UL и GC Первая карта На этой карте И четверка игроков И четверка игроков ОQ Выигрывает раунд Первым приезжает Инферно Далее Молот Ромка Котвин Все остальные раунды на карте Также прошли при подавляющем преимуществе Российской команды Таким образом Счет на карте Стал 7-0 В пользу OQ Начинается первый раунд На второй карте Уже на седьмой секунде Сепи касается борта И немного отстает При прохождении сложного поворота Ошибается Фуриус Который боролся с Ромкой За лидерство Впереди Образовалась группа Из шести пилотов Борющихся за лидерство Но в хитром повороте Одновременно Честер и Жульчеп Грубо ошибаются И отстают Таким образом На первом месте Обосновался Ромка За ним Растабен Гэмбл И Пипо Пипо Ближе к концу трассы Переезжает Гэмбла Но великолепно Пройдя последний поворот Перед финишем Гэмбл разом обходит И Растабена И Пипо В итоге Гэмбл приходит вторым Сразу после Ромки Раунд за командой ОКЮ К последнему раунду Команды подошли Со счетом 6-3 В пользу ОКЮ Заезд начался С плотной борьбы Фьюриус уже не первый раз Ошибается при прохождении поворота После чего отстает На первое место Вышел Жульчеп А на местах Со второго по пятая Расположились игроки Команды ОКЮ Через некоторое время Честер Уходит в лидер Но уже через 15 секунд Его обходит Ромка Который казалось бы И финиширует на первом месте Но опять все по своим местам Расставил последний поворот Ромка немного ошибся Замедлив свой болид И перед самым финишем Его обогнал Гэмбл Вновь отлично Пройдя в финальный отрезок На третьем месте Фактически одновременно С Ромкой Финишировал Жульчеп Лучший представитель Эр Эрия На этой карте Таким образом Вторую карту Выиграла команда ОКЮ Со счетом 7-3 Третья карта При счете 2-1 В пользу команды ОКЮ После двух ничьих Начинается Шестой раунд Уже в самом начале Грубо ошибается Расставом И отстает Лидерство захватили Пилоты ОКЮ Дуб И Молот Но не проехав И одного круга Лидерство Они теряют Обоих пилотов Обошел Пипо Вскоре после этого Ошибается Молот Некоторое время Французского игрока Преследовал Дуб Но и он Не избежал ошибки Не сумев разъехаться С кругом Посреди трассы После этого На первых двух местах Финишировали Французы Пипо И Жульчеп На третьем месте Приехал Сепи Раунд за Эр Эрия Счет стал равным После шестого раунда Игроки команды ОКЮ Собрались И выиграли подряд Два заезда Сделав счет 4-2 В пользу Российской команды Начинается Девятый заезд Практически В самом начале Из-за ошибки В прохождении поворота Отстает Один из лидеров ОКЮ Молот На первое место С небольшим преимуществом Вырвался Дуб Но на трех местах Позади него Едут французы Растабан Жульчеп И Пипо Однако Пипо При уходе На второй круг Совершил Курьезную ошибку Перевернулся И выбыл Из заезда В то время Как Дуб Упрощил Своё лидерство Сепи Реактивно Боролся Молот Молот Соответственно А Пипо Вообще Не доехал Раунд И карта За ОКЮ Итак Команда ОКЮ В очередной раз Обыграла соперника Со счетом 3-0 И теперь Делит первое место В своем дивизионе С командой М.H. Имея Отличные шансы Выхода В плей-офф Смотрите В следующий раз Самая интересная Информация Из мира киберспорта Правильные девайсы Для настоящих Киберспортсменов Новые уроки Школы виртуального спорта И конечно Самое интересное Новые состязания Между киберспортсменами Все это В следующий раз Субтитры создавал DimaTorzok